И переносимся вглубь европейского континента мы в течение нескольких секунд. Наш эксперт по Австрии, мы не говорили на наших предыдущих вебинарах об Австрии, надеюсь, что сейчас этот пробел мы восстановим, по крайней мере, Елену Гаранину, заместителя директора компании Emo Trading, я уже вижу. Елен, главное сейчас звук проверить. Да, здравствуйте, вы слышите меня? Все, идеально. У нас на репетиции, сразу скажу нашим зрителям, были проблемы со звуком, но теперь проблем со звуком нет никаких, и это очень и очень приятно. Елен, давайте сразу вместо карьер мы не общались, не рассказывали, наверное, с конца марта о том, что, собственно, происходит в Австрии, у нас только один эксперт был, и там была Австрия, Швейцария. Расскажите, как у вас все, буквально в нескольких словах, развивалось, потому что сейчас говорят, что, в общем, жизнь у вас практически вошла в нормальную клею. Так это или нет? Что вы можете делать, что не можете? И как просто частное лицо, и как эксперт, и как сотрудник сферы недвижимости? Пожалуйста. Да, у нас в Австрии с 15 марта был практически полный карантин, где-то месяц, до 15 апреля все сидели по домам, никуда не выходили, все магазины были закрыты, кроме продуктовых и аптек. С 15 апреля началось медленное восстановление, сначала открыли другие магазины, потом с 15 мая уже открыли рестораны, все люди ходят в масках, нужно соблюдать дистанцию, ситуация потихоньку восстанавливается. Вот, по поводу рынка недвижимости могу тоже рассказать. Да, пожалуйста, давайте, про рынок недвижимости отдельно, то есть, иными словами, во-первых, чисто технически. Что происходило, работали агентства, не работали, да, как вот это все? Первый месяц мы работали из дома, где-то с 15 марта по 15 апреля, потом мы больше стали работать из офиса. С 1 мая мы заметили, что повысился интерес покупателей к просмотрам, то есть, если до этого они категорически отказывались смотреть, то с 1 мая мы уже получили запросы, они хотели смотреть объекты. Вот, конечно, на данный момент речь идет только о покупателях, которые находятся внутри страны, потому что до рубежа, пока клиенты приехать не могут, границы закрыты. Скажите, между регионами как-то сейчас можно перемещаться или тоже есть какие-то ограничения внутри? Ограничений внутри Австрии никаких нет, все поезда ходят внутри страны, это абсолютно не проблема. Единственное, может быть, большими интервалами, например, поезд из Вены в Сальцбург едет не каждый час, а каждые 2 часа. Ну, тот вопрос, который является основным в нашем сегодняшнем вебинаре. Давайте сравним ситуацию глазами. Вы агентство, да, значит, вы, соответственно, работаете с той стороной, с другой. Сравним ту ситуацию, которая была, скажем, 1 марта и вот сейчас, 19 мая. Просто рынок может вычеркнуть эти там 60-80 дней из памяти своей или все-таки что-то да произошло, что в ту или иную сторону повлияло? Ну, я бы сказала, что на рынке на данный момент проявляется ситуация от сложного спроса, то есть люди просто, как сказать, выпали из жизни на некоторое время, да, буквально на 2 месяца, и теперь они активно возвращаются. Это можно также видеть на улицах, очень много населения уже ходит, гуляет, посещает рестораны, магазины. То есть за время кризиса, пока они сидели по домам, они накопили деньги, так как они могли только сходить в супермаркет и купить еду, соответственно, все деньги у них остались. Вот, все покупки, которые они хотели сделать, они сейчас делают. Вот, в том числе недвижимость. Я не думаю, что цены на недвижимость как-то существенно изменятся. Они остались стабильны, и, как бы, ситуация с банками так же стабильно, кредиты выдаются под те же процентные ставки. Подождите, подождите, не отвечайте сразу на все вопросы, мы по ним еще, по всем поговорим отдельно. А вот, если мы говорим о рынке недвижимости с точки зрения, ну, вот, окей, спроса, да, во-первых, люди запрашивают то же самое, или, ну, вот, опять же, если мы говорим о странах, там, курортных, там, где много домов отдельно стоящих, люди начали хотеть, по крайней мере, уж не знаю, насколько они готовы будут в итоге покупать, они хотят купить отдельно стоящие дома. Да. Если мы говорим о Мавстрии, где, понятно, тоже курорты есть, но курорт совершенно иного рода, куда устремляется спрос и куда он может устремиться в самое ближайшее время? Я могу сказать, что вот на данный момент мы имеем дело с местными жителями, да, потому что иностранцы на данный момент только могут интересоваться, но смотреть не могут. Вот, но местные жители сейчас конкретно интересуются объектами более высокого качества. Например, если они живут в городе, в маленькой квартире, то сейчас они понимают, что маленькой квартиры недостаточно, и скорее выгоднее иметь дом за городом со всеми удобствами, или, ну, как бы в этих выделенных районах Вены, где больше площадь, где, может быть, также есть небольшой садик, какие-то больше удобства, то есть идет больше запрос в сторону недвижимости жилой более высокого уровня и загородной недвижимости. То есть можно ли сказать, что, ну, я условно довожу ситуацию до абсурда, потенциальный покупатель готов расстаться со своей квартирой, ну, там, в Вене или в Зальцбурге, не обязательно в центре, но где-нибудь рядышком, и переехать вот куда-то по соседству, ну, может быть, за те же, может быть, за чуть больше или за чуть меньшее деньги, но просто потому, что вот это вот в четырех стенах жизнь показалась неубедительной? Вполне возможно, да, потому что, насколько мы знаем, ситуация с кризисом будет продлеваться еще определенное время, то есть как минимум до конца лета будут все ограничения в силе, ну, в плане того, что ходить в маске, соблюдать дистанцию, какие-то определенные ограничения там контактов, вот, и, соответственно, это все также в определенной степени влияет на психику, так сказать, в идее они хотят, да, как-то немножко поменять жизненный стиль, чтобы было более комфортно. Опять же, задам следующий вопрос вам, мы говорили, вот, в рамках этого вебинара мы его не поднимали, но он на самом деле весьма важный, а поскольку, ну, по Австрии мы, если я еще раз повторюсь, давно ни с кем из экспертов не общались, понять ситуацию хотелось бы. Вот, все государства в той или иной степени оказывают разные меры поддержки, меры поддержки как компаниям, так и населению. Ими можно быть довольным, можно быть совсем недовольным, но что-то есть. Так вот, тенденция такая же, там, на юге Европы в основном как-то довольных было меньше. Итальянцы не очень довольны, испанцы были совсем недовольны, по крайней мере, как мы говорили, слышали об этом. Если мы говорим сейчас про вот жителей Австрии и про рынок недвижимости Австрии, я слышал какие-то совершенно там фантастические истории, что там, если кому-то нужна была помощь, ты там мог какую-то запрос какую-то сделать в орган, и тебе через день, через два присылали какие-то деньги. Ну, насколько я знаю, это не совсем так, ну, как бы сказать, вот это нужно различать жителей, которые, например, наемные работники, которые работают в компаниях, и которые предприниматели, которые собственные компании. То есть наемные работники в основном или пошли на укороченный рабочий день, как сказать, в курсе Австрии. Ну, да, упороченный обучение, понятно. Да, или из домашнего офиса. Или же они были уволены, или же остались на своих рабочих местах. Но, в общем, ситуация выглядит так, что на данный момент в Австрии 500 тысяч безработных – это рекордное количество по сравнению со всеми остальными временами. Это с одной стороны. Но безработные получают свои выплаты. Вот, и с другой стороны есть предприниматели. Для предпринимателей были созданы фонды поддержки со стороны государства, экономическая торговая палата Австрии. И они должны были получать, в принципе, независимости от, ну, как бы, от их состояния, запроса и так далее, каждый от 500 до 6 тысяч евро. Но на практике, насколько я знаю, я общалась с некоторыми предпринимателями, есть многие, которые вообще ничего не получили. Или же, ну, в общем, эти 500 евро для них – это, как сказать… Капли в море, да, это же ничего. Капли в море, да, потому что, например, если у них есть доходы, обычно составляют, например, 50 тысяч в месяц, и эти доходы у них полностью, как сказать, исчезли, то 500 евро их не спасут. Понятно. Давайте теперь по ценам, значит, и по поведению покупателей и продавцов. Вернее, продавцов. Можно ли сказать, что продавцы вообще, вот как вы сказали, вычеркнули вот эти 80 дней и пришли к ровно тем же самым ценам, которые были, там, скажем, в начале марта? То есть у нас ничего не изменилось? Я бы не совсем сказала, что они вычеркнули. Некоторые продавцы, конечно, у них время поджимает, они хотят быстрее продать. Соответственно, они снизили цены на свои объекты, которым срочно нужны деньги. Я не думаю, что они сейчас, как бы, они сделают такую акцию, как бы, скидка с кризисом, что они быстрее продадут. Кроме того, нужно различать жилая и коммерческая недвижимость. О коммерческой недвижимости мы еще не говорили. Здесь ситуация такая, что вследствие того, что, ну, из-за кризиса каждый десятый бизнес примерно закрывается, коммерческие объекты тоже выставляются на продажу, как и рестораны, магазины, так и отели, например, которые, между прочим, до сих пор закрыты, потому что туристов нет. Соответственно, можно ожидать в данной области коммерческую недвижимость со значительной скидкой, которую можно будет приобрести. Ну, понятно, просить от вас, там, сказать точную цифру, там, скидка будет, там, 5, 10, 15 или 20, наверное, не совсем корректно, но о каких именно объектах в данном случае идет речь? Это, в первую очередь, ну, там, гостиничная история, или это, может быть, и ритейл, или, ну, вот, например, говорят, что, особенно, там, в странах Центральной Европы, там, складские помещения вообще никак не пострадают, наоборот, это, вот, нынешний кризис, это бум, это рассвет логистики всей, на что здесь можно посмотреть, и, ну, давайте вот это первая часть вопроса, а вторую задам, когда вы на нее ответите, что именно, что именно и где именно? Мы конкретно занимаемся больше продажей, а не арендой, и надо, необходимо ответить, что большинство ресторанов, магазинов, например, в Вене, они снимаются, как сказать, предпринимателями, да, то есть, арендуется помещение, да, ну, на данный момент я могу сказать, что даже у нас вот тут вокруг офиса, вот тут много ресторанов закрылось, сейчас уже другие арендаторы, да, но мы, как бы, этими предложениями не занимаемся, но примерно каждый десятый ресторан закрывается, да, то есть из-за этих проблем. Они уезжают, освобождают место, и это место, ну, соответственно, собственник тоже может каким-то образом, ну, решать судьбу своей точки, да, но ситуация, в общем, не столь проста и не столь радужна, как может показаться со стороны. Да, да, это однозначно, некоторые места уже защеляются, вот я смотрю, но некоторые, они будут пустовать еще некоторое время, потому что, ну, как бы вследствие кризиса тоже, это такая ситуация неоднозначная. С одной стороны, люди, может быть, и сэкономили деньги, потому что они не ходили в рестораны, с другой стороны, они потеряли работу, и, может быть, у них сейчас и не будет возможности тоже в дальнейшем ходить в рестораны, поэтому, может быть, спрос на рестораны не так высок, например, сейчас уже можно открывать рестораны, но все равно не 100% их открыто, ну, я имею в виду тех, кто пережил кризис. Некоторые до сих пор закрыты, потому что у них нет денег на открытие. Скажите о поведении продавцов, с которыми вы общались, вот уже сейчас, в последнее время, они готовы идти на какие-то, ну, на относительно срочные сделки, и, соответственно, какие-то относительно срочные цены. Или это, вот что это такое, давайте мы пока в общем, а потом перейдем к конкретным частным примерам. Да, некоторые продавцы, например, особенно большие предприниматели, например, у которых были большие сокращения в доходах, они готовы продавать объекты, которые они раньше приобрели как конституционные, то есть, например, вложили деньги, чтобы, ну, в недвижимости хороший, как сказать, вариант вложения, да, то есть они сейчас готовы продать эти объекты со значительной скидкой, чтобы покрыть свои долги в какой-то... В другой бизнесе. Да, да, да. То есть недвижимость для них была, ну, просто некий актив, ну, просто, хорошо, я хранил деньги в недвижимости, теперь продаю, окей. Речь идет о жилых объектах или о всяких разных? Ну, это могут быть объекты, например, кто-то покупает, например, дворец, кто-то виллу как вложение, кто-то, может быть, пентхаус, то есть разные варианты, в основном это недвижимость класса люкс в самых лучших районах, да, потому что она в цене никогда не падает, наоборот, растет. Ну, давайте тогда сейчас коснемся тех примеров, которые мы подготовили, и вы подготовили, да, мы, соответственно, покажем. Итак, это не то, это у нас Турция, а вот у нас Австрия. Мы говорим об Австрии и берем первый кадр. Квартира в Вене, 65 квадратных метров, 350 тысяч евро, две комнаты. Пожалуйста, несколько слов об этом объекте, что это? Да, это квартира от хозяйки, также русскоязычная из Казахстана. Они продают этот объект, так как, ну, тоже, может быть, вследствие кризиса им нужны деньги, да, они собираются как-то купить объект поменьше и, может быть, еще какие-то дополнительные, не знаю, может быть, долги покрыть и так далее, но в любом случае предложение хорошее, потому что квартира полностью отремонтирована, хороший ремонт качественный сделан, расположение очень удачное, прямо, ну, центральное расположение прямо недалеко от вокзала, то есть лучшее сообщение транспортное. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это предложение появилось вот сейчас, в последние недели, или оно было там уже какое-то время? Оно у нас появилось буквально вот в марте, а мы его получили, да. Как во время кризиса, прямо во время кризиса мы не могли ходить к собственникам домой, потому что у нас были ограничения на передвижение, кроме как можно было выйти максимумом размять ноги, там, час в день, но не больше, но не в гости и так далее. Цель потенциального покупателя такой квартиры? Вот зачем покупать такую квартиру сейчас? Это может быть какая-то, ну, там… Например, как инвестиция для сдачи в аренду, можно купить эту квартиру, можно для собственного проживания. Если мы говорим о сдаче в аренду, это краткосрочная, долгосрочная, может быть, история? Долгосрочная. Краткосрочная аренда – это такой вопрос, ну, вот если вы говорите, как Airbnb, это вопрос, который должен быть согласован со всеми жильцами в доме, может быть, кто-то из них не будет не согласен, что будут постоянно ходить туристы с чемоданами и так далее. То есть это в любом случае нужно заранее выяснять, прежде чем мы можем это предложить. Окей. Давайте смотреть второй объект. Это у нас вилла в Клостон-Ойбург. Да, это пригород Вены, очень престижный район, рядом с 19-м районом, зеленый на холме, красивый вид на город, на штифт Клостон-Ойбург, это монастырь на Дунай. Вот, данная вилла у нас изначально мы предлагали вообще за 2,6 миллионов. Ого! Да, но это уже было некоторое время назад, и владелец, которому сейчас срочно нужны деньги, чтобы погасить долги, уже сделал огромную скидку на данный объект и готов его продать за 1,3 миллиона. Цель вот такой покупки может быть, ну, именно переезд, да, там, из какого-то там зажатого города, аккуратно сюда, да? Да, это как раз тот объект, как я говорила, что объекты, ну, имеют спрос, например, который имеет сауну, бассейн, вот этот объект вилла, там, большой сад, где-то 2000 квадратных метров, три этажа, внизу, там, wellness-зона с бассейном, сауна, солярий и так далее, сигарная комната, там, все возможные удобства, вот, красивый вид, свежий воздух, то есть, вот это может быть интересно как раз покупателям в период кризиса. Скажите, содержание такого объекта, учитывая, что, ну, в общем, и бассейн, и всякое такое доброудобство, при активной жизни, о каких суммах здесь может идти речь? Ну, может быть, 1000 евро в месяц, я думаю. 1000 евро в месяц, окей. Так, давайте следующий момент, это, ну, тоже совсем особая цена, совершенно особый объект, несколько слов о нем, если можно чуть поподробнее, потому что, ну, понятно, далеко не все наши зрители готовы будут вкладывать такую сумму, но понимание того, чем родобъект может интересен быть именно сейчас, оно важно. Да, данный пентхаус расположен в самом центре Вены, если вы знаете, основная улица Кеттенштрасса, пешеходная улица, он находится буквально в двух шагах от этой улицы, рядом все необходимые удобства, например, магазины, которые даже продуктовые, работают в воскресенье до 8 вечера, станции метро, все-все культурные рестораны, ну, как опера и так далее, то есть это отложение в самом центре. Владелец пентхауса на данный момент находится в Дубае, хочет срочно продать данное предложение, возможно, по нему скидка от 5,8 миллионов, это уже очень выгодная цена, он готов уступить до 5 миллионов. А смотрите, ну вот на такие же объекты, тут, наверное, смешно говорить о каком-то квадратном метре, это же каждая история, ну, по крайней мере, в таком уровне, она неповторима, да? Да. Вот в данном случае, когда вы говорите о том, что это очень выгодно, на какие параметры вы опираетесь? Ну, если вы учтете, что минимальная цена коммерческой недвижимости, которая дешевле, чем жила недвижимость в первом районе Вене, в самом центре, это от 10 тысяч евро за квадратный метр, а данный пентхаус имеет 480 метров, и если хозяин уже уступает за 5 миллионов, то это очень выгодная цена, потому что мы, у нас есть предложение, мы придаем, например, пентхаусы за 7-8 миллионов, вот в таком, и... Примерно такого же уровня, да? Да, они по площади, например, 330 квадратных метров с террасами стоят 7,5 миллионов, то есть вот это предложение стоило бы по, если сравнить вот с другим, где-то 10 миллионов обычную цена, если бы он продавал за рыночную цену. Окей. Ну и вот как раз апарт-отель в Батт Миттерндорфе, вот как раз давайте на его примере чуть подробнее поговорим вообще об отельной недвижимости и о трудностях с ней как таковой, потому что предложение сейчас, как вы сказали, наверняка появится, но перспективы рынка, как вы их себе оцениваете, вот на что должен закладываться, о чем должен задумываться инвестор перед тем, как вот с такими объектами связаться. Да, апарт-отель в Батт Миттерндорфе принадлежит русскоязычному владельцу, владелец продает объект тоже со значительной скидкой, потому что он, в принципе, ему сложно управлять этим объектом из-за рубежа, он не может приехать, не может, как сказать, как-то посмотреть, проверить, вот, и, ну, как бы сложно иметь, так сказать, недвижимость на расстоянии, это при существующих ограничениях даже на въезд, когда мы слышали, что будут открыты границы, например, с Россией только в сентябре, скорее всего. То есть у вас такая информация, да, кстати, вот про это тоже хотел спросить, ну, вы уже начали отвечать, а что говорят, да, то есть по поводу того, где, что, когда и так далее? То есть вот, ну, я имею в виду, ну, например, вчера прошла такая приятная совершенно новость, там вроде Финейр готовится начать летать в Россию в июле, но это Финейр, это из Финляндии, да, а вот, ну, ваше ощущение, ваша информация, что до начала сентября есть риски, что пускать не будут? Да, потому что каждая страна в Евросоюзе определяет сама открытие своих границ, например, Словения, на днях я слышала, Словения открыла границу с Австрией, а Австрия не открыла, то есть вот так вот. А, да, Словения открыла, правда, это буквально первая страна, несколько дней назад у нас новость была, мы публиковали, славянцы оказались, ну, до этого еще вроде Чехия говорила, но с Чехией как-то там чего-то они не до конца сделали, а вот славянцы сделали до конца. На самом деле я эту ситуацию тоже одобряю, потому что если в Австрии на данный момент коронавирус практически побежден, то это не значит, что если приедут туристы из других стран, то сразу не начнется вторая волна, поэтому, в принципе, я понимаю. А вот, кстати, пришел от, ну, одна из наших зрительниц написала, что с 15 июня есть рейсы из Вены в Киев. Ну, надо смотреть. Да, ну, рейсы я видела и с 15 мая уже были, единственное, на ВЦР, например, но я, конечно, не знаю, это может быть маркетинговый какой-то ход, или они просто хотят предварительно уже продавать билеты, например, ну, как бы сказать, потому что им надо пополнить. Оборотные средства, да? Да, оборотные средства, а потом уже по ситуации они будут смотреть, смогут ли они это осуществить или нет. Ну да, с этим мы сталкивались. Окей, вопрос от Натальи, ну, он тоже, с одной стороны, общий, а с другой стороны, ну, в случае, когда речь идет о таких дорогих объектах, в данном случае можно ли предпочтительнее покупать подобного рода объекты на юридическое лицо с точки зрения эффекта налогообложения? Вот можно несколько слов об этом, пожалуйста, тогда? Коммерческая недвижимость в любом случае требует фирмы для ее управления, да, и, в принципе, оптимальным вариантом является продажа коммерческого объекта вместе с компанией, то есть вы покупаете, например, компанию, вот, ну, конечно, рекомендуется провести полную проверку, due diligence на предмет, там, налоговой задолженности и так далее, но, в принципе, если вы покупаете компанию, то вы экономите все эти средства, которые вы обычно тратите на регистрацию недвижимости, как при asset deal, то есть, например, налог на земельный участок 3,5%, регистрация в земельной книге 1,1%, налоговые сборы и, ну, может быть, прочие средства, которые вы бы еще потратили на регистрацию компании, потому что вам бы все равно понадобилось ее регистрировать. А вот тот пример, который вы приводили, вот этот объект, отель, который продается, он продается как ГМБХ какой-то или нет, или это просто какое-то здание, то есть вот и в какой форме собственности какая там возможность ищет покупателя? В принципе, в любом случае, конечно, как ГМБХ, потому что тоже собственник, россиянин, покупал как ГМБХ, и так это намного проще оформить. Я советую в любом случае покупать объекты в компанию. Общий вопрос такой от Дмитрия, какая доходность для Австрии, ну, как бы вы, если бы ее описали, является приемлемой или средней? Что такое? Ну, понятно, что очень сильно зависит от объекта, но как бы вы описали? Ну, средняя доходность где-то 5%, 4-5%, то есть не самая высокая, но на данный момент идеально. А что не про то, да? Да. Ясно. Ну и тогда в самом-самом заключении все-таки ваш прогноз, ваши ощущения, когда там границы уж все откроют или когда начнут открывать границы в рамках хотя бы Евросоюза, чего вы ждете от цен, от рынка, какие здесь, если могут существовать, пожалуйста? Ну, как мы слышали, будут открыты границы внутри Евросоюза 15 июня, а можно будет, например, поехать в Хорватию или в Германию, в соседние страны, в любом случае на машине. Насчет перемещения на самолете я пока не могу сказать. Я думаю, что ситуация более-менее нормализуется. Я имею в виду, что границы будут открыты и с третьими странами, скорее всего, с конца августа или сентября. Полностью нормализуется ситуация в экономике, я думаю, только в следующем году, потому что на данный момент у нас, например, в Австрии очень важна культурная ниша, вот эта опера, Зайсбург фестиваль и так далее, например, Октоберфест. Вот эти все мероприятия, они отменены, опера закрыта, то есть такая важная часть доходов. Вот эта страна находится, ну, вроде как ситуация, ну, может быть, и не столь плоха, там, по сравнению с какими-то соседними странами, но вы чувствуете, что страна все равно находится в неком зажатии и к рынку недвижимости это в каком-то смысле тоже относится. Да, ну, на данный момент, я бы сказала, для Австрии очень важная статья доходов из туристов, они сейчас отсутствуют полностью, то есть немножко такое, сказать, странное чувство, когда ходишь по улицам и видишь только местных людей, никаких туристов нету, встречаешь очень много знакомых, потому что практически все ходят гулять, сейчас радуются, что можно, вот, сказать, выйти спокойно. Ясно. Ну, и еще такой вопрос, все-таки динамика цен в Австрии, вообще, как рынок вел себя до всех этих неприятных событий, уже в завершении нашего разговора, несколько слов об этом можно. Как вел себя рынок до? Да, ну, какой рост цен, вопрос был, какой рост цен за 2019 год, но вот в целом, что вы фиксировали? В принципе, постоянно была стабильная динамика роста цен где-то в последние 20 лет, вот, цены росли, где-то выросли, ну, несмотря какие районы, конечно, в Вене, некоторые районы выросли цены в три раза, в некоторых там на 50%, в некоторых на 20%, то есть в зависимости от расположения, но практически нигде недвижимость цен не потеряла, поэтому это и является таким привлекательным объектом для инвестирования. Окей. Ну что ж, я прошу контакты с компанией EmoTrading написать в нашем чате. Дорогие друзья, Елена Гаранина, заместитель директора компании EmoTrading. Спасибо вам, надеюсь, ну, если не летом, то уж осенью приедем к вам и увидимся тогда. Буду очень рада. Спасибо вам, Филипп.